Сегодня советник президента Литвы заявила, что в телефонном разговоре с Грибу Скайте президент Украины Виктор Янкович якобы сказал, что Киев не может подписать договор с ЕС об ассоциированном членстве из-за давления и шантажа России. Там речь в частности шла о возможности ограничения России импорта товаров из Украины, из восточной особенной ее части. И в то же время лидер фракции Батьковщина Яценюк заявил, что Янукович выторговал для себя в России гарантии переизбрания в 2015 году, 20 миллиардов евро и снижение цен на газ. Вот как вы можете эти заявления прокомментировать и каковы, на ваш взгляд, реальные причины решения Украины? Я не знаю, о чем разговаривал президент Украины с президентом Литвы. Может быть, у американских друзей спросить они подскажут, но пока они нам ничего не говорили бы. Комментировать комментарии мне очень сложно. Теперь, по сути, Россия и Украина имеют между собой договор о зоне свободной торговли. Это значит, что по многим товарным группам, очень чувствительным для наших стран, у нас нулевые экспортно-импортные тарифы. Уровень таможенной защиты нашей территории в отношениях с партнерами из Евросоюза совсем другой. Мы добились этого состояния в результате переговорного процесса в рамках ВТО, который вели 17 лет. Теперь, если Украина подписывает с Евросоюзом соответствующий договор о зоне свободной торговли и обнуляет свои тарифы, то этот режим автоматически при сохранении зоны свободной торговли с Украиной распространится и на нашу таможенную территорию. И это, по нашему мнению, просто может убить целую отрасль российской экономики. Ну, скажем, в области сельского хозяйства Украина ставит ноль с Евросоюзом по всем товарным группам сельского хозяйства, включая мясо и живой скот. И это потоком пойдёт на нашу таможенную территорию. Но это невозможно для нашей экономики. Сегодня, во всяком случае, уровень конкурентоспособности нашего сельского хозяйства пока не отвечает соответствующему уровню товаров, произведённому на европейском рынке. Когда-то это случится, мы выровняем нашу конкурентоспособность, но сегодня это невозможно. То же самое касается авиастроения, автомобильного строения и других отраслей. Поэтому речь не идёт о дискриминации украинских товаров. Речь идёт о том, что мы поставим тогда украинские товары в режим товаров наибольшего благоприятствования, как со всеми другими странами мира. Но вынуждены будем закрыть льготные режимы в рамках зоны свободной торговли с Украиной. Это вопрос не политический, а прагматический, экономический вопрос. Что касается давления, то мы сейчас, сегодня, когда услышали о том, что, я вчера только об этом узнал, что Украина приостанавливает, не прекращает, а приостанавливает процесс подписания договора с Евросоюзом, и хочет всё, что называется, посчитать как следует, по сути мы услышали угрозы со стороны наших европейских партнёров в отношении Украины, вплоть до способствования проведению массовых акций протеста. Вот это и есть давление, вот это и есть шантаж. И поддастся ли Украина и украинское руководство этому шантажу, будет понятно в ближайшие несколько дней. Или сможет противостоять этому и занять прагматическую позицию в национальных интересах страны. Кстати говоря, президент Янукович предложил провести трёхсторонние переговоры по этим проблемам. Мы готовы к участию в этих переговорах. А это в известной степени такая лакмусовая бумажка серьёзности намерения наших европейских партнёров. Я бы сказал, что это такой тест своеобразный на готовность наших европейских друзей вести переговоры на равноправной основе. Или отсутствие такой готовности. Не нужно ничего политизировать. В Турции большой опыт ведения переговорного процесса с Евросоюзом. Мы спросим совета премьер-министра, как нам вести себя в этом случае. Совершенно верно. Это 50-летний опыт. Это не просто так.